Девушки отдыхают Но у меня в студии девушка, которая всегда готова к переработкам в рамках этой программы Очаровательная Катя, или как она представляется ФНС ИП Гончаренко Да, всем привет Здравствуйте Здравствуй, ИП Савченко, Святослав Владимирович Это именно я, в эфире шоу Изи, здесь только позитивные новости звучат, давайте начнем Про бабки поговорим Про бабки? А, я думал, это ты имеешь в виду родственников, ну давай, хорошо Нет, так бы слово про бабулечек Все, вот мы и в тупике Миллионер-блогер Это сейчас такая профессия есть Миллионер, это же такая профессия в целом Как вы этого добились? Я устроился работать миллионером еще много лет назад В трудовой так написано Бросил себе вызов Он отказался от денег Решил своими руками построить бизнес на 1 миллион долларов И это все за год И в итоге он просто все говорит, это все мне не нужно Я пошел, собрал узелок, как ежик в тумане И отправился куда-то просто жить в лесу Ну смотри, он вообще ведет канал на ютубе И устраивает разного рода наверняка себе задания Вот в этот раз он решил Говорит, я вам сейчас покажу, как надо бизнес делать Так Бизнес делать, как зарабатывать бабки Смотрите, у меня ничего больше нет Он отказался от машины, от квартиры, от часов От вот этого вот Говяжий доширак тоже нет Нет И в итоге за 10 месяцев он заработал, знаешь, сколько денег? Ну-ка Ну предположи Ну если он хотел заработать миллион долларов Ну предположим, 900 тысяч он заработал 64 64 тысячи бакса заработал Неудачник Даже не миллиона долларов Конечно, ну 64 тысячи долларов, это 6 миллионов рублей Плюс-минус За 10 месяцев он заработал Ты так зарабатываешь за 2 недели Я так не зарабатываю и за 20 лет Но тем не менее, это же тоже хорошие деньги Получается, все-таки бизнес-жилка у него какая-то есть? Или его сразу заклеймили, как неудачника? Ну 64 долларов в Америке, это не Тысячи, тысячи, Катя, тысячи Ой, 64 тысячи долларов в Америке за 10 месяцев Это не очень много 6,5 тысяч баксов в месяц? Ну это же невозможно Ну Савва, ну ты, пожалуйста, не сравнивай 64 тысячи долларов в Америке, это вообще немного Это как у тебя 6400 Ну у меня и 6400 не так часто в кармане бывает долларов, я тебе могу сказать Так, хорошо, значит, эксперимент не удался Но как он заработал хотя бы эти 64 тысячи долларов? Знаешь, я пыталась найти информацию, как он это делал Ну, наверное, нужно было посмотреть все его ролики, мне, конечно же, было лень Но история умалчивает Но рассказывая о том, что он вообще прям бомжом стал Прям бомжом Прям бомжом Бомжом А тогда он поиграл в бомжа, это называется Поиграл в бомжа И Иммерсивный квест на 10 месяцев Заработал 64 тысячи долларов Проблемы со здоровьем На плохом питании И антисанитарии И стресс у него еще был И обострилось аутоиммунное заболевание Поэтому быть бомжом плохо Вот какие выводы можно сделать, дорогие друзья Гораздо лучше быть очень богатым, чем очень бедным Это уже, я считаю, результат эксперимента Потому что многие не знали эту аксиому Ну, получается, ничего не вышло Но смотри, у него было 10 месяцев, он заработал 64 тысячи долларов У него оставалось еще 2 месяца И за это время он мог бы запустить авторские тренинги Как за 10 месяцев заработать 64 тысячи И тут бы он и добил свои 936 оставшихся Ну, у нас же все инфо-цыгане так и работают По сути, да Вот, значит, шел-шел-шел своими руками И потом за 2 месяца зарабатывают 10 миллионов Ну, не соображает, понимаешь Ну, американцы, ну Ну, тупые Конечно, разумеется Продолжим Ты хотел что-то добавить? Нет, я хотел воздуха набрать, чтобы потом поговорить Все, он опять кончился Набирай воздух, потому что следующая новость Тоже достаточно занимательная Ксения Собчат взяла интервью у криптомиллионера Назаряна Арута Кто это? Криптомиллионер Арута я только знаю мультик и аниме Что это такое? Во время которого она попросила его показать Какая сумма лежит на его счетах Я вообще не понимаю Неужели вот закончились все люди У которых Собчак могла взять интервью И тут появился вот этот Арут Назарян Я его вообще никогда в жизни не видела И у него еще друг есть Арут Назарян И его друг кричат на закат Вот они вдвоем обычно ходят Ну и чего? Я тоже, я просто первый раз в жизни слышу про этого человека Видимо, деньги любят тишину, Кать Поэтому он раньше не появлялся в мире И Собчак ему все интервью говорил Ну покажи, ну докажи, что у тебя есть бабки Покажи А он такой Говорит, хочешь пиноколаду? Могу заказать тебе Давай, сейчас принесу Хочешь фисташки? Фисташки будешь? Большой пакет, на, смотри, не открытый Потом они ехали в машине И он говорит, ладно, я тебе сейчас покажу Что у меня есть деньги А он говорил, у него там десятки миллионов долларов И он показал на приложении свой счет Где у него было там два, почти три миллиона долларов То есть богатый человек, все, правду выяснилось Но есть небольшой нюанс Нюанс? Да, небольшой нюанс Ну-ка, что за нюанс? Дело в том, что внимательные зрители заметили, что приложение называется DropStop В нем вообще нет реальных Допстоп, может быть, Кать, может ты перепутала? В нем вообще нет реальных денег, и оно создано для обучения То есть это игровая валюта, по факту Да, то есть это как вот из монополий денюжки Это как в детстве листики собирали и расплачивались Он бы так ей показал мешок листьев Но просто Собчак взяла интервью весной Когда еще листья на деревьях не появились Надо было в сентябре говорить Смотри, сколько у меня денег Высоко, высоко до неба у меня Большая-большая куча В мешках у меня денег У меня еще брат Кикбоксер Вообще ушатает любого, если что То есть просто обманул Собчак? Да А она знаешь, что ему сказала? Браво, орут, ты фееричный фантазер Фантазер, ты меня называла Но видишь, какие разные у нас все-таки системы в разных странах В Америке миллионеры прикидываются бомжами В России бомжи прикидываются миллионерами Сообщающиеся, опять-таки, сосуды Давай продолжим тему бизнеса? Конечно, тем более у нас сегодня выпуск посвящен полностью бизнесу А да? Нет Это я так проверяю тебя, знаешь ли ты про что выпуск? Вайлдберрис запустил продажу автомобилей Автомобиль можно купить на Вайлдберрис Первой машиной, которую можно купить на маркетплейсе Станет российская... Ой, господи Китай... Все А это, кстати, у Кати абсолютно правильная автозамена Видишь, китайская, говори российская Это примерно так у нас сейчас в импорте и работает Да, китайская вишня То есть черри Черри Я не понимаю, почему Вайлдберрис начал продавать первым китайские машины, а не Алиэкспресс Хотя, возможно, Вайлдберрис заказал их на Алиэкспрессе Кинул свою наценку и теперь в своих пунктах перепродает Да, заказ уже доступен с 18 апреля, но только по стопроцентной предоплате Она тоже будет в коробке приходить, в такой пупырчатой пленке, интересно, да? Или мята иногда приходит, она вообще пустая С царапинами бывает Вместо машины кирпичи лежат Да, да, да Кстати, в случае с такими машинами, возможно, кирпичи и более выгодное вложение ей Это будет первый раз, когда домохозяйка пришла на пункт выдачи пешком, а уехала на машине Между прочим А вот какой-то тест-драйв, а попробовать машину, померить можно? Да, примерочно Да А, кстати, автомобили будут перегонять напрямую из Китая, скорее всего, поэтому в цену заложены обратные билеты на Хайнань для водителя Представляешь, он привозит машину, привозит Как Флинстон, он ногами перебирает в полу, да? Она взгнила уже на заводе, да? Он привозит машину на пункт выдачи, сидит и ждет, когда ее проверят, а потом летит обратно Ну, кстати, скорее всего, так оно и будет Слушай, ну после такой новости, пожалуй, дорогие мужчины, надо свои карты от профиля жены в этом маркетплейсе отвязать Да, а то она вам решит машину подарить Ну, удобно, что можно там же купить машину, там же прикольные чехлы на руль Да Там же сидение, не замерзайку и собачку на панель вот эту вот, которая башкой качает Все в одном месте Блин, а у нас сегодня, правда, получается выпуск, посвященный бизнесу? Я тебе сразу сказал, Катя, я в будущее слетал, посмотрел, что мы тут будем дальше говорить Вот сейчас, например, новость про маркетинговый ход Вот в Италии ресторан дарит бесплатно бутылку вина посетителям, чтобы те не сидели в телефоне Чтобы те накидались Такая логика, я думаю Такую акцию запустили в ресторане Al Comandino В Вероне Идея проста, сдаешь гаджет на входе, не сидишь весь вечер, залипая в экран, а общаешься с друзьями под бокал виноградного напитка Ну, в этом есть определенная логика, потому что ты пришел в общественные места, и все постоянно залипают в телефоне Разговор не клеится, не растет кокос, понимаешь? Общаться невозможно, и люди, соответственно, меньше едят Вот еще в чем дело А мне кажется, в Италии, мне кажется, потому что я не была почему-то до сих пор в Италии Да, очень странно, почему? Мне кажется, в Италии это у них такая традиция и культура То есть они собираются, они несколько часов могут ужинать и при этом разговаривать Активно жестикулировать, как в старых фильмах Ну, ты, понимаешь, вспоминаешь времена Микеланджело Антониони, а мы живем сейчас в несколько других Ну, подожди, ну ты что, не смотрел фильмы «Идеальные незнакомцы»? Конечно, смотрел Там же весь фильм на этом построен, что они разговаривают И убирают телефоны между прочим Это фильм, который украли у «Квартета И» и пересняли за границей Да, да, естественно Никогда так не делайте, ребят Зачем вы забираете наши классные находки? Вообще разные бывают рестораны И существуют разные схемы, по которым рестораны пытаются привлечь к себе внимание Вот давай посмотрим, какие еще бывают интересные заведения Вот тебе, пожалуйста Это что? Это реальный ресторан, это не нейросеть нарисовала Как ты видишь, это ресторан очень высокой кухни Там, скорее всего, русалка еще на ветвях сидит Расплатиться можно золотую цепью на дубе Том Похоже на домик Шарека На домик Шарека? Шарека Ну, если бы Шарек жил бы на Хайнане, то, наверное, да Ну, вот смотрите, если вы готовитесь к свадьбе И уверены, что ваше мероприятие закончится дракой Потому что, ну, хорошо знаете своих родственников То советуем пойти на свадебный банкет вот в такой ресторан Ага, конечно Точно ничего не будет Никто не сделает ни шаг влево, ни шаг вправо Ну, еще можно попросить, чтобы сидушки откидывались Давай лучше я тебе расскажу про рестораны, которые уже существуют Ну, давай Следующий ресторан, ты точно захочешь, потому что это ресторан-туалет Я прям точно захочу, да, Кать? Ведь я именно такое впечатление произвожу Человека, который ест на унитазе Ты же любишь, что он такой необычный на такой Да Это, вот ты меня хорошо знаешь Мы знакомы, сколько лет с тобой Я вот такое люблю, да? Да, это находится на Тайване, этот ресторан Ну, там, на самом деле, еще была фотка Как они подают блюда В общем, блюда они подают в форме стула вот этого А, то есть тебе сразу в унитазе все приносят Да Ну, как бы куй железа, не отходя от кассы Ну, а что куда-то ходить? Прям поел и как бы... Идем дальше Как думаешь, что происходит вот на этой фотографии? А, вяжут эскортницу на фоне баннера на выставке недвижимости Ниже юбки больше скидки Это в пекинском... Ха! Нужники! Такая акция в пекинском ресторане Как ты понимаешь, чем короче юбка, тем больше скидка Ну, это вообще же не сексизм же, правильно? Вообще абсолютно нет Абсолютно не сексизм, да? Нет, нет, нет Хорошо, а для мужчин что-то есть? Да, женщины в коротких юбках Быстрее, выше, длиннее, например Да, а если бы они такую акцию запустили на патриках То они бы еще и в минусе остались Ну да, там вообще без юбок большая часть в кафе приходит Следующий ресторан, в который точно нужно отправить нашего кулинарного эксперта Александра Печуева в Лондон Там голый ресторан А ты с какой целью хочешь отправить туда Печуя? Просто поржать Лондонский ресторан в переводе из хинди Который называется Естество Оригинальный решил проблему до расхода гостей Сюда пускают только абсолютно голыми На входе нужно не просто разоблачиться, но и сдать смартфон и другие гаджеты Сфотографировать ресторане строго запрещено Ну это, я так понимаю, просто прелюдия Передоргий То есть это перекусил и уже в пучину похоти отправился Ты бы хотел сходить в ресторан, где все голые? О, боже мой Я думаю, с этим пора заканчивать Но на самом деле, если туда поедет Печуев То это, мне кажется, будет последний репортаж, который он снимет Думаешь, там и останется? Я думаю, да На кухне будет Россиянин купил кнопочный золотой телефон за 12,6 миллионов рублей И доказал, что если с дорогами в России мы еще справиться можем То со второй бедой, видимо, никогда С дураками С дураками Это О'Генри мне написал шутку Россиянин купил кнопочный золотой телефон за 12,6 миллионов рублей Сам он это объяснил своей инвестицией в будущие зубы Одну кнопочку вытащил, вместо восьмерки поставил Россиянин купил кнопочный золотой телефон за 12,6 миллионов рублей Но очень расстроился, что туда, оказывается, нельзя скачать его любимый рингтон из Бумера Ооо Шольц запретил Путину ссылаться на Канта И на всякий случай, пока из дома не выходит Заметил, как много фамилий, да, в новости? Панельки признали памятником архитектуры в Германии Теперь туристы могут привозить из отпуска огромное количество разнообразных фоток на фоне пятиэтажек Слушай, какая красота Вообще красота Так, ну давай о шутках поговорим теперь, которые наши зрители присылают Потому что мы оставляем в закрепленном комментарии постоянно различные новости А вы нам пишите свои варианты шуток Сегодня такая у нас на повестке В Барнауле директор зоопарка раскритиковал английские имена российских певцов Вот вам вариант добивки от Зем Андрея Директор группы «Звери» набил морду директору зоопарка Вот такая animal story Это смешно Забавно, да Ребят, спасибо за ваше творчество Мы все это читаем всегда с удовольствием Ну а на сегодня шоу «Извиз» заканчивается Буквально на несколько дней мы расстанемся с вами И вернемся с очередной порцией очень хороших новостей С вами были Катя Кончаренко И Святослав Савченко Все, пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok